НУЖНО ВРЕМЯ Это мне не помешает О, чертеж. А если ты забываешь... Иди, не убирая. Нужно уничтожить. Нужно уничтожить. Нужно уничтожить. Нужно уничтожить. Нужно уничтожить. Нужно еще время Обреченные – это жертвы некротической чумы Многие столетия назад пронесшиеся по Киджистану Зараженные с ужасом наблюдали, как чернеет и отмирает их собственная плоть Никакие лекарства не могли остановить гниение В конце концов, они впадали в оцепенение, а их тела оставляли в темных, позабытых местах, где их никто не тревожил Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торжет Глеб Нигде не видел столько грязи. Пошли еще время. Адрия должна быть где-то наверху. Я еще не готов. Эй! Помоги нам! Мы думаем, что нашли сундук, о котором говорится в легендах. Его охраняет призрак. Зачем вам моя помощь? Так ведь это его призрак охраняет. Если легенды не врут, тебе же ничего не стоит его открыть. Нужно время. Я не знаю. Я не знаю. Так же. Простите. Я еще не готов. Мои достойные прислушники. Не дайте ведьме умереть, пока она не заговорит. Боль развяжет ей язык, но сдерживайте свои порывы. Помните тот случай с помощником Визиря? Мы так мило коротали время, но под конец из его рта вместо слов лилось лишь неразборчивое мычание о потоке гноя. Говори, что ты знаешь о Черном Камне Души? В Тверх Камнях Харадыри вы заточили Великие Воплощения Зла. Для чего нужен этот? Я скажу одно. Велиал не зря его боится. Оставьте ее! Хватите! Ищу время. Хватите! Продолжение следует... 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 Что это за император, если он позволяет своим подданным страдать? Откуда ребенку знать, как править страной? Должно быть, и советники у него плохие. Да, наверное, ты прав. Продолжение следует... Я еще не готов. Продолжение следует... Нужно еще время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно еще время. Я еще не готов. Не получится. 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 Мне нужна ярость. Это не получится. Яйцо... Не получится. Не получится. Именно вина, чтобы делать тоже все. Служить единственного. Это некуда. Служить небольшие. А в другом городе, как это дороги, так и я. снижением. Похожим. Не получится. Ветерарный бой, так, что нет. Нормально, так и сверху! В какой части. Нужно время. Продолжение следует. 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 Нужно время. Мы порвем этих тварей в плотья. Нужно еще время. Я еще не готов. Невероятный подвиг! Нужно время. Невероятный подвиг. 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 Я еще не готов. Я еще не готов. Этот портал приведет меня к голове золота на кула. Нужно время. Я еще не готов. Нужно еще время. Нужно время. Нужно еще время. Нужно 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 время. Я еще не готов. Продолжение следует... 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 Моего брата. Расскажи мне о своей жизни среди вечинов. Мы с Мирой долго скитались вдвоем. И однажды решили присоединиться к табору. Пара влюбленных, бегущих от своего прошлого. Кочевники считали нас романтиками. Но верные в этом они были правы. Их гадалка сразу же разглядела в мире особый дар и взялась обучать ее. В странствиях наша с Мирой любовь все крепла. И, наконец, мы поженились. Я никогда ни в чем не был так уверен, как в любви к этой женщине. Может быть, ее заклинания удерживали твою любовь. Тебе не понять. Я была всего лишь одной из придворных. Но мечтала о славе поэта. Такой, как у Солана. Ты читал его произведения? У меня сердце так и поет от каждой строчки. Конечно, я не обладаю таким талантом. Ты сам можешь в этом убедиться. Когда умолкнет гул просторов, И над пустыней воцарится мгла, И мириады звезд, что светят надо мной, Помчатся ввысь туда, где нет тепла, Я с ними полечу в бездонные пределы, Чтобы найти там нежный образ твой И слиться в вечности с тобой всецело, Отдавшись страсти этой неземной. А ты не так прост, как кажешься. Интересно, Знают ли твои друзья, Кто ты на самом деле? Что ты бормочешь? Оу, ты все узнаешь Со временем. Я открою эти ворота. Император Хакан. Нет времени на любезность. Кажется, я обнаружил, Под чьей личиной скрывается Белиал. Я уже близок к цели. Запомни, Чтобы найти кровь гулла, Тебе придется пройти через Эпидуки. Проход туда. Находится под водопадом. И чтобы открыть его, Надо повернуть два рычага. Вы нашли Белиала? Еще нет. Но у меня появились кое-какие мысли. Мне сложно. Вокруг меня постоянно находится Несколько советников и других людей. И днем, и ночью. Я найду его. Как вы тут оказались? За мной пристально следят. Я не могу покинуть дворец. Я украла муллет у послали с Джиллеев. Он пользовался им при мне. У меня мало времени. Тебе нужно скорее найти камень. А Белиала предоставь мне. Вокруг него было столько охраны. Как же он ускользнул от нее? Воняет демонами. Будет битва. Это Белиал призвал сюда тварей Из преисподней. Покуда он жив, Колдей будет подвергаться нападениям. Неужели все эти демоны Служат ему? Дядя Декарт полагал, Что присутствие демонов Это своего рода след, Оставленный их повелителями. Ты в это веришь? Да. Чем больше я изучаю его записи, Тем больше понимаю, Что даже я недооценивала его мудрость. Он был великим человеком. Недостаточно ярдия. Калдейские акведуки Нужно еще время. Совета торгового консорциума После того, Как три столетия назад Был открыт Долгурский оазис. Несмотря на то, Что к тому моменту Колдей уже долгие годы Был процветающим городом, Надежное водоснабжение Позволило ему разрастись Еще больше. В Колдеи появились Роскошные фонтаны, Из которых мог утолить жажду Любой желающий. Калдейские акведуки Некоторое время назад Акведуки пришли в упадок, И в них расплодились Многочисленные паразиты. Императорские гвардейцы Не стали вмешиваться в ситуацию, Заявив, что Акведуки находятся В удовлетворительном состоянии. Однако мне довелось Самому увидеть, Что с ними стало. Многие обеспеченные жители, Включая наши синицы, Теперь предпочитают Набирать воду из колодцев. Я еще не готов. Это невозможно. Нужно еще время. Не получится. Знаешь, когда все это закончится, Я бы хотела получше... Я еще не готов. Нужно еще время. Нужно время. Это невозможно. Нужно еще время. Я еще не готов. 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 Если мы хотим избавить Акведуки, Мы должны осмотреть каждый угол. Нужно еще время. Нужно время. Где бы еще таких найти? Нужно время. Нужно время. По тем временам. По тем временам, Когда мы с дядей Декардом искали затерянные артефакты. Хотя иногда это было опасно. Ты даже не представляешь, Как часто мне приходилось Оттаскивать его От какого-нибудь пыльного драного гобелена И спасаться от армии оживших скелетов. И спасаться от армии оживших скелетов. И спасаться от армии оживших скелетов. По земле в поисках знаний. Но ты не выглядишь старым. Сколько же тебе лет, Атлеер? Иди к черту. Иди к черту. иди к черту. Нужноobち. Идем к чертуgram. Это пол lifted. Эй, господин, у меня тут новые штучки есть. Посмотреть не хочешь? Продолжение следует... Это был первый рычаг. Продолжение следует... Нам надо быть осторожными. Смерть может поджидать нас за каждым поворотом. Продолжение следует... Мне нужна ярость. Нужно время. Продолжение следует... Значит, холдей воняет и не ел. Нужно время. Да. И он сбивает в себе многие сайты. Не могу. Я еще не готов. Нужно еще время. Это невозможно. Расправы и дело! Не получится. Мне это пригодится. Мне это пригодится. Нужно. Нужно безопасно. Теперь нужно время. Теперь нужно время. Не могу. Я еще не готов. Нужно еще время. Как ты думаешь, что толкают людей из пульта на такие поступки? Почему зло так притягивает их? Люди на все готовы ради власти. Зачем это им? Власть может быть слишком тяжелой ножей. 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 Все разбавлены. Нужно еще время. Нужно время. Пора возвращаться. Никогда не забуду свои детские драки. Зачем ты дралась? Другие дети считали меня странной. Они безжалостно издевались надо мной. Другие дети считали меня странной. Другие дети считали меня странной. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Все было бы не так плохо, если бы я мог повернуться Погоди, я могу повернуться? Я еще не готов Местер кто живой? Или это чудовища ходят вокруг меня? Скажи что-нибудь Или хотя бы хлопню в ладоши Нет, я не говорящая бочка Может смело разломать меня, то есть ее Я что, разговариваю сам с собой? Нет, не отвечай Тебя не затруднит разбить эту бочку Я был бы тебе вечно благодарен Нет, я не говорящая бочка Может смело разломать меня, то есть ее Спасибо, что освободил меня А то я уже начал скучать Я ищу волшебный тигель Легенда гласит, что он спрятан где-то в этих акведуках Я найду ему применение в моей ювелирной мастерской Помоги мне найти его И благодарность моя не будет знать границ Какой же я невежливый Совсем забыл представиться Меня зовут Шэн Скупец Какое странное имя Ты так считаешь? Мне вот нравится У тебя есть какая-нибудь еда? Кума не приложу Почему мой молодой напарник ударил меня по голове и запер здесь? Безопытного прудника тут довольно опасно Ты вообще зря сюда сунулся Тебе повезло, что тебя не сожрали живьем Ерунда Я жесткий и костлявый Демону на таких не позариться Нужно время Какое удивительное место Ты только посмотри, какой потрясающий образчик архитектуры Хоть весь мир обойти не найдешь ничего подобного Кроме вот этого Такую штуку я уже где-то видел Я еще не готов Нужно еще время Ну и куда запропастился мой юный проводник? Кажется, его звали Геллер Да, точно Такой милый молодой человек Он должен быть где-то здесь Наверное потерялся Кстати, мы с вами знаем, куда идем Нужно время Это невозможно Надо заметить, это было довольно интересно Оказаться запертым в бочке У меня появилась масса времени Или размышлений И это, конечно, там Слегка неудобно Я еще не готов Ну, нужна ярость Этот Гевин такой любезный юноша Не каждый согласился бы сопровождать старика по пустыне И он бросил всего мешочек золота в день за свои услуги Веришь ли? Он никогда ни на что не жаловался Улыбка буквально не сходила с его лица Тигель, он мой! Осторожно, Гевин! Он может быть проклят Ого, а ведь я его придумал Эй, Тигель, можно подобрать Хватай его! Эх, если бы я знал, что Тигель был проклят Никогда бы не взял бедного парня с собой Заходи в мою мастерскую в колдере Я еще не готов Готовься к долгой битве! Нужно время Не получится Меня просто поражает твоя собранность О чем ты? Мы с сотнями убивали служителей зла и бродили по бесконечным лабиринтам А ты не потерял ни капли бдительности Истинный герой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты иди, а я вернусь в город Мне надо выучить заклинание, которое поможет восстановить тело Кула Встретимся в архивах Мы с тобой похожи Но остальные Падший ангел, ведьма Они используют тебя для достижения собственных целей Ты предпочитаешь быть их марионеткой Хотя сила, данная тебе по праву рождения Могла бы сделать тебя богом Ты лишился головы, когда захотел стать богом Нечего насмехаться надо мной Скоро я вернусь в этот мир и смогу показать тебе Каких высот может достичь Нефалем Я так скучаю по дяде Декарту Мне так тяжело без него Лия, Декарт гордился бы тобой Спасибо Мне пора возвращаться к работе Новинки Вот, взгляни Ты не будешь разочарован Вероятно, ты уже заметил, что драгоценные камни усиливают твои без того выдающиеся способности А я могу объединять камни одного рода в более мощные Сейчас у меня есть только простые украшения Но если ты принесешь мне материалы, я смогу делать удивительные вещицы Но что это мы все о делах да о делах Забегай как-нибудь просто так Поболтаем о жизни О, это крайне интересная тема Я торгую украшениями Не самое увлекательное занятие А я и не говорил, что готов поделиться с тобой самым интересным Я так и знал, что с тобой посещу множество загадочных и удивительных мест Уж не сегодня, так завтра мы найдем тот драгоценный камень, который я ищу Ты давно его ищешь? Довольно давно О моих поисках можно было бы написать захватывающую книгу Думаю, ты уже мог бы его найти, если бы относился к поискам серьезнее Увы, он время от времени меняет топлик Так что проблема не только во мне Бывает же Дашь молодому человеку дельный совет А он внезапно принимает тебя за самого Сиансайского покровителя воров В обличии старого ювелира А я понимаю, почему он нас перепутал Мы с Зеем и впрямь похожи Ваши боги часто являются в чужом обличии? Да нет же Ну, точнее, да Говорят, наш бог-отец частенько услаждал юных дев Появляясь в их покоях в обличии высоченного воина Народ Сиансай поклоняется 59 богам Но лишь немногих из них почитают так, как Зея Незверженного бога-лукавца, который странствует по санктуарию под видом простого торговца Ходит множество легенд о его изобретательных ограблениях Забавных проделках и некоторых других проказах О которых автор сего труда стыдится поведать читателю Мне кажется, я встречал как-то этого Золтана Кула По-моему, совершенно нормальный был человек Ну, для мага Мага? Ну, ты же их знаешь Вечно машут руками, бормочут что-то себе под нос Странные люди Почему ты на меня так странно смотришь? Ты похож на этого Зея из легенды Ты бог или нет? Все мы по-своему боги Порой сядешь в кабаке Закажешь миску похлебки И с первой ложки понимаешь Что этот повар настоящий бог Так, хватит расспрашивать меня про еду У меня от этих разговоров бурчит в животе Ладно, оставь свои секреты при себе А у меня и так дела есть Попробуй ты быть слегка позагадочнее Так гораздо интереснее, вот увидишь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok